всем здравствуйте сегодня у меня случился праздник 1 мая я впервые в этом году смог попасть в лес а так вот чтобы без всяких условий без разведали без каких-то заданий просто в лесу могу погулять пока мы все заняты пасхальными приготовлениями я собираюсь посмотреть что в лесу как цветет и конечно же попытаюсь найти найти сморчкова конечно такой подстилкой с такими листьями травой грязь и даже пролиска цветет еще иногда очень тяжело увидеть сморчка это нужно просто на него наткнуться встретиться как говорится глазами иначе его просто напросто заметить почти невозможно нам в поисках поисках сморчков забрался я в дебри но есть надежда что может быть в дебрях мне повезет больше конечно гриб гриб требует выносливости ветра ломка просто после падения метеорита интересно что упавший дуб упавший дуб положил молодую липу своим весом тоже вывернул и положил на землю но липа продолжает расти вот в таком состоянии ветки продолжают расти ствол ствол лежит а ветки растут под прямым углом к стволу а вон возле дерева вообще редкость сейчас подойдем и покажу оранжевая саркосцифа оранжевые саркосцифы бывают только отдельными локациями сейчас я покажу если повезет еще и покажу как она выбрасывает споры у саркосцифы и у пицит есть такие клетки которые улавливают сильное дуновение ветра как только чувствует повышение скорости ветра дают сигналы и гриб выбрасывает сразу триллионы спор если повезет сейчас я покажу может будет будет видно здесь самом низу еще цветут прорезки здесь недели на две позже время замедлилось так желтая дрожжалка есть вот она желтая дрожжалка мало того что это съедобный гриб так он еще и очень лекарственный китаец был очень обрадовался такой находки ну поскольку она никакими укусовыми как качествами не обладает а лечиться я пока тут ничего не собираюсь я положу на место пускай растет вот проснулась улитка виноградная после первого теплого дождя нормального потепления проснулись улитки виноградные насобирать бы очень вкусная вещь но я пришел за грибами буду уже заниматься грибами а кому интересны улитки виноградные у меня на главной странице есть канал юляшкины интересы это моя дочка она снимает больше по грибам по улиткам по всяким таким жмурком пряталкам если кому интересно заходите на юляшкины интересы я думаю что очень скоро там появится видео как собирать улиток виноградных где когда ну и конечно же как ее готовить очень простенький вкусный рецепт она по этим делам поэтому заходите на канал юляшкины интересы если кому интересны улитки виноградные ну а у меня у меня пока программа по грибам да и вот улитка я думаю что улиток в лесу больше чем грибов думаю что нужно будет до в ближайшее время приехать приехать еще и за этим деликатесом не пропустить обязательно после хорошего дождя улитки много улитки много найти бы грибов странно яйца яйца этим по лесу валяются скорее всего это яйцо дрозда певчево певчево дрозда там еда где-то его гнездо должно быть например 4 метра можно увидеть часто по лесу вот такие разбросаны недалеко друг от друга гигантские пылящие шары это бывшие гигантские дождевики нужно такие места запоминать и быть готовым при приехать или прийти в это место примерно в конце июля после хорошего дождя и такие места должны порадовать целыми семьями белых огромных вкусных дождевиков я стараюсь такие места запоминать ну вот в конце концов началось я уже честно признаться начал терять всякую надежду так уже ходишь я по два часа на по лесу отмотал ходишь в глазах все любит там листья там цветы там трава и тут друг бат и замечаешь что это он они с разных сторон хорошо замаскированы но их много ну что начинаем собирать посмотрим что получится может быть сегодня еще и день пройдет удачно до рыбочки большей части уже взрослые шляпки открытые и в некоторых даже начинает шапка подсыхать уже сморочковая шапочка отходит я вместе с юлей собирал тогда сморочковая шапочка только-только начиналась если бы их было мало но они были сочные толстенькие пухленькие будто бы вы вылеплены из пластилина на это уже все уже уже сочность начинает пропадать потихонечку шапочка открывается уменьшается и ножка вытягивается да вот такое такая мочала белая плотную белая мочала указывает на то что но вот в этой на вот этой виду вербе год назад рос мощный трутовик серно-желтый и вот если посмотреть на мочала на разбросанные ее куски можно увидеть что по всей вербе вот ее следы белые следы рос огромный серно-желтый трутовик нужно через три недели сюда прийти и нарезать отличного сочного вкусного серно-желтого трутовичка а вот как интересно здесь действительно говорят что эти грибы сморочки сморочковая шапочка любят воду вот ручеек а вот в ручеке еще и улитка купается в ручеке купается улитка нужно будет ее достать может быть после дождя просто затопило на не может добраться на сушу купается улитка и вот прямо на бережку у воды торчит сморчок а вон чуть дальше еще один а вот и возле меня прямо красавчик конечно уже уже пик пик грибной прошел сморочковая шапка начинает отходить черный аист я конечно очень сильно удивлен но это черный аист редчайшая птица кружит над лесом настоящий краснокнижный черный аист ух ты ух ты ух ты ух ты красавчики красавчики да это уже как говорят некоторые грибники такое я не люблю это уже превращается не поиск грибов а просто какое-то косилово ну честно говоря после пройденных километров по ярам и предгорьям хочется немножко маленького косилово чем и наверное сейчас и займусь ну вот косилово внезапного закончилась и начался обычный поиск грибочков грибочки понемногу но самых неожиданных местах и постоянно семейками один дед мне говорил недавно что сморчки это роскошь как только начала начала развиваться химизация сельского хозяйства сморчки превратились роскошь да и остальные все грибы я сел отдохнуть вообще посреди сморчков а когда шел их не видел сел и увидел вот это да просто я присел их сразу увидел и они очень далеко везде растут в траве только собирай вот такие грибы нужно не терять времени и вот даже возле самого ведерочка там еще и все еще такие вот грибочки я имел одежду что грибы закончились вступил два шага а такое впечатление что они только начи начинаются это какой-то караул со всех сторон со всех сторон окружают уходить нужно будет отсюда закрытыми глазами просто закрыть глаза и уходить все равно грибы окружают хотят взять меня в плен со всех сторон ну вот и набрал ведро уже она не втаптывается а грибы все прут и прут прямо прямо из-под ног лезут и лезут и лезут и лезут и там и дальше и дальше это просто это может никогда не кончится поэтому я принял решение не буду раздеваться пускай они растут пускай размножаются пускай их станет больше а может быть еще кто-то придет сюда это место найдет с меня хватит а то что за на то то не здраво я так считаю хотя конечно адреналин адреналин получил я спасибо этому лесу очень доволен что поехал набрал и грибу буквально на одном месте зато перед тем как всегда выйти я прошел достаточное количество километров вот такие грибы всем спасибо за внимание и терпение у нас но